Вейкап, я Кэс. Кто подарил Кате Мизулиной букет роз, который она нещадно выбросила? Неужели в этом замешан профессор Мариарти? И при чем здесь Моргенштейн? Подписались, правильно нажали колокольчик, ставьте лайки, пристегнулись и погнали! Недавно в сети стали бурно обсуждать новое видео грозы всех рэперов и блогеров Кати Мизулиной. В ролике она показала, как ее помощники беспощадно выбрасывают в мусорку огромный букет роз. В конце видео Мизулина заявила, что не принимает подарки от врагов России. Цветы от врагов России не принимаю. Служу России. В сети начали гадать, кто именно мог подарить Кате такой шикарный букет. И многие предположили, что это сделал Моргенштейн. Ходили слухи, что Алишеру очень плохо за границей. И он хотел бы вернуться на родину, где ему легко зарабатывать миллионы. В ответ на эти сплетни Морген даже выпустил трек и клип «Пойдет», в котором заверил всех, что у него все отлично. Правда, в этом же клипе Алишер признался Мизулиной в любви. Также недавно он пытался оспорить в суде свой статус иноагента. Но его прошения не удовлетворили. Поэтому и решили, что он пытается подмазаться к Мизулиной. Чтобы она, так сказать, пошла на контакт. Но Алишер полностью опроверг все догадки. Никогда бы не позволил себе проявлять знаки внимания женщине, которая прикрывает свои грехи, свое тщеславие, свою жажду популярности и хайпа, которая прикрывает это все безопасностью детей в интернете. Я честно не дарил. Это не я. Он заявил, что Катя просто очень сильно хочет быть популярной. Поэтому и пиарится, как может. Да и вообще она никто. Все, что сейчас она хочет, просто популярности и славы. Поймите, Мизулина никто. Она даже не депутат. Она не государственный служащий. Она никто. Мизулина, в свою очередь, выпустила обращение, в котором заявила, что не собирается рассказывать, от кого был тот букет. Так как не хочет пиарить такого ужасного человека. Я не хочу делать рекламу тому человеку, который это прислал. Этот человек зарабатывает на здоровье детей. Еще раз повторяю, что никакие цветы, подарки от врагов России я не принимаю. Все снова начали гадать, кто же это мог быть. И тут виновник торжества сам объявился. Им оказался профессор Мариарти. Загадочный персонаж в маске, который занимается нехорошими делами в Даркнете. Этот персонаж сейчас набирает бешеную популярность. Некоторые считают, что это всего лишь проект. И никакого отношения к темному интернету и продаже, сами понимаете, чего, он не имеет. Кто же скрывается под маской, тебе, скорее всего, неизвестно. Сейчас его лицо, да и вообще, кто этот человек, можно увидеть только в моем телеграм-канале. Эксклюзивно. Так что подписывайтесь. Ссылка на секретный телеграм-канал под видео. Так вот, Мариарти опубликовал пост, в котором показал букет с открыткой и заявил, что совсем скоро все подробно расскажет. Ваш ход, Екатерина Михайловна. Выбор за вами. Что ж, пишите свои мысли в комментариях. Как относитесь к профессору Мариарти? И правильно ли сделала Мизулина, что выбросила на помойку его подарок? Ребят, обязательно кликайте сюда. Посмотрите интереснейший, свежайший выпуск. Мало кто видел его. Ставьте лайки. Кто не подписался, чего ты ждешь? Подписывайся и правильно жми колокольчик. Хорошего всем настроения. Скоро увидимся. Пока.